Студенты Института филологии и межкультурной коммуникации вновь устроили флешмоб в честь дня рождения Габдул-Утыкая, но уже на новой площадке. В Институте управления экономикой и финансов Казанского университета прошла антиконференция Марксфест. Будут ли учащиеся лицея имени Лобачевского Казанского университета изучать корейский язык в качестве второго иностранного? Вопрос о том, можно ли изучать корейский язык как второй иностранный, решается. И вот вышли федеральные государственные образовательные стандарты общего образования с поправками, свежие. Всем привет! В эфире универ НИУСА в студии Мария Журавлева. 9 апреля на станции метро имени Габдул-Утыкая был открыт флешмоб, организованный Институтом филологии и межкультурной коммуникации Казанского университета в честь дня рождения великого татарского поэта. Теперь мероприятие было организовано на новой площадке. Смотрим! На этот раз флешмоб проходит на территории Казанского международного аэропорта. Локация выбрана не случайно, ведь этот аэропорт носит имя Габдул-Утыкая. В очередной раз аэропорт Казань имени Габдул-Утыкая стал площадкой для выступления творческих коллективов. Теперь у него в гостях студенты Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского университета. Они исполнили музыкальные композиции по произведениям татарского народного поэта. Импровизированная сцена разместилась рядом с зоной регистрации в тот момент, когда около 300 пассажиров проходили предполетные процедуры. Также мы встретили пассажиров на прилете, пассажиров, прибывших из Шереметьево, из Москвы. Для гостей аэропорта выступил вокально-инструментальный фольклорный ансамбль «Бэйре». Сам флешмоб называется «Минэмтукай-135». Ведь именно столько лет исполнится поэту 26 апреля. Задача этого флешмоба – снять видео в месте, которое связано с именем Габбулы Тукая. И поэтому мы сегодня приехали в аэропорт. Очень красиво поют. Замечательный концерт, замечательные песни, замечательный народ. У вас очень добрый народ. Все добрые люди. Впечатление Казани очень замечательно. Нам очень понравился ваш город. Очень красивый. И мы давно в нем мечтали побывать. Очень понравилось. Прямо завораживающе стояла, снималась для себя и для друзей. Хочу отправить. Шикарно. Настроение подняли. Супер. Присоединиться к флешмобу может любой желающий до 26 апреля. Снимайте, как вы читаете произведения Габбулы Тукая. Или исполняйте творческие номера по их мотивам. Видео должно быть снято в местах, связанных с именем поэта. Оставляйте на публикациях в инстаграм хэштег «Минемтукай135». И не забывайте отмечать Казанский университет и Институт филологии и межкультурной коммуникации. Диана Желенкова, Фаридзе Хитуглы, Универньюз. В Казани прошла 79-я легкоатлетическая эстафета, посвященная 60-летнему юбилею полета Юрия Гагарина в космос. Всего в забеге участвовали порядка 600 человек. Сотрудники районных администраций, школьники, учащиеся СУЗов, ВУЗов, рабочая молодежь, ветераны и слабослышащие. Медицинские работники, а также команда КФУ. По итогам забега третье место занял Набережный Челнинский институт Казанского университета. Второе – институт вычислительной математики и информационных технологий. А первое место занялось тут Управление экономики и финансов. Впечатление – самое положительное мероприятие, организованное на высшем уровне. Была возможность посмотреть всю дистанцию, подготовиться как морально, так и физически. Вообще, мне кажется, это один из лучших стартов Казани, которых мне довелось участвовать. Вакцинация остается самым надежным способом защитить себя от коронавируса. Все больше людей начинают делать прививки, чтобы чувствовать себя спокойнее, а также избежать серьезных последствий. Все подробности далее. Один из наиболее часто задаваемых вопросов во время пандемии – когда же все закончится. Она закончится тогда, когда сформируется коллективный иммунитет. Это может произойти в двух случаях. Либо человек переболеет коронавирусной инфекцией с неизвестным при этом прогнозом и исходом, либо пойдет по второму пути – вакцинации. Вакцинация – это, конечно, шанс приблизить время окончания пандемии. Чем за более короткий период времени мы вакцинируем максимальное количество населения, тем быстрее мы справимся с коронавирусной инфекцией. Только активная вакцинация населения позволит снизить концентрацию вирусов в популяции. Впоследствии после перенесения коронавирусной инфекции бывают самые различные. Коронавирусная инфекция прежде всего, как ни странно, поражает нервную систему. Это и центральную нервную систему, и периферическую нервную систему. Поражает систему свертывания, противосвертывания крови. Тяжело переболевшие коронавирусные инфекции жалуются на одышку. Но все практически ощущают слабость, которая не компенсируется каким-либо отдыхом. Все желающие могут пройти вакцинацию в университетской клинике Казанского университета по адресу улица Вишневского, 2А, предварительно записавшись через портал Госуслуг или позвонив по телефону 2-33-30-00. Елизавета Никитина, Универньюз. С 22 по 23 апреля в Институте управления экономики и финансов Казанского федерального университета проходит антиконференция Марксфест. О том, что это за мероприятие, расскажем в нашем следующем сюжете. Антиконференция, ставшая уже традиционным событием в университете, проходит под девизом «Невозможно и возможно». Мероприятие антиконференция предназначено прежде всего для студентов нашего института. И, конечно же, мы даем им все возможности попробовать себя в новых качествах. Мы говорим, расширить собственные горизонты, расширить собственные границы и открыть что-то новое в себе. Мероприятие проходит в рамках TED Talks. Другими словами, это публичные выступления на английском языке, на которых у каждого участника есть возможность представить свою идею, подискутировать и найти единомышленников. Миссия TED – это идеи, достойные распространения. Каждый студент, который участвует в данном мероприятии, он преодолевает себя прежде всего. Это, конечно же, новые компетенции, которые они приобретают в навыках публичных выступлений. Они делятся чем-то сокровенным, чем-то таким, что изменило их жизнь. И будем надеяться, что оно сможет изменить еще жизнь всей аудитории, ради которой они выступают. Антиконференции проходят уже в третий раз. Елизавета Никитина, Ленардо Влитьеров, Универньюз. В рамках предстоящей 17-й международной научно-практической конференции «Россия, Корея. Настоящее и будущее российского краеведения» в лице имени Лобачевского Казанского университета приехал Атташе посольства Республики Корея Юн Йен. Все подробности встречи в следующем сюжете. На встрече с директором лицея Еленой Скобельциной гости из Кореи обсудили введение изучения корейского языка в качестве второго иностранного языка. Уже который год наши лицеисты, но в рамках дополнительного образования, изучают корейский язык. Вопрос о том, можно ли изучать корейский язык как второй иностранный, решается. И вот вышли федеральные государственные образовательные стандарты общего образования с поправками, свежие. Как только учебники будут одобрены Министерством просвещения Российской Федерации, будут рекомендованы к использованию в образовательном процессе, среди лицеистов обязательно найдутся желающие изучать корейский язык как второй. И будет новый виток этого проекта, говорит Елена Скобельцина. Инджи Минибаева, Леонардо Влетьяров, Универтньюз. Генеральная ассамблея Всемирной организации интеллектуальной собственности 26 апреля учрежден Международным днем интеллектуальной собственности. Какое мероприятие по этому поводу провели в нашем университете, расскажем в следующем сюжете. Каждый день мы сталкиваемся с авторским правом. Используем результаты чужой интеллектуальной деятельности, при этом создаем свои. Чтобы обсудить, как в современных реалиях правомерно все это охранять, специалисты встретились в очном и дистанционном форматах. Профессор кафедры предпринимательского и энергетического права Роза Сиддикова рассказала, почему было принято решение провести круглый стол, правовые аспекты монетизации творчества, за и против, на площадке Казанского федерального университета. Дело в том, что, может быть, не всем известно, что один из создателей правоинтеллектуальной собственности, основоположник, это был наш российский ученый, профессор Казанского университета Шершеневич Гавриэль Феликсович. Он всемирно известный ученый, и он сам еще в 19 веке заложил основу этой правовой охраны, и с тех пор его почитаем мы как учителя. И после него тоже в последующие годы школа правоинтеллектуальной собственности в Казанском университете активно развивается, и у нас сейчас такой очень хороший дружный коллектив, известный, в общем-то, на всю Россию. Ситуальность в организации встречи подтверждается научным интересом со стороны университетского сообщества. Во время круглого стола было заслушано 7 докладов. Среди тем аспекты монетизации творчества, цифрового искусства, а также использования контента в коммерческих целях. Илья Андреев, Ленар Довлетьяров, Универ Ньюс. На этом все. В студии была Мария Журавлева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова